Чтобы получить осенью 2021 года богатый урожай плотных и сочных кочанов, в апреле следует сажать капусту по лунному календарю. Посев капусты в соответствии с требованиями лунного календаря, залог формирования хорошего урожая. Семена прорастают быстрее, молодые саженцы отличаются более мощной корневой системой и равномерной кроной, легче переносит пересадку на новое место, воздействие вредителей и болезней. В сегодняшней статье мы обсудим, когда сеять семена капусты на рассаду в апреле текущего года и на что обязательно надо обратить внимание. Какую капусту и сорта сажают на рассаду в апреле? Фотосемян капусты в апреле сажают на рассаду брокколи и белокочанную капусту среднеспелых или поздних разновидностей овоща. Брокколи высевается в одном, трех декадах апреля с интервалом в 10-20 дней. Это могут быть различные среднеспелые или поздние сорта, сенши, высокорослый среднеспелый вид капусты, характеризующийся крупными, плотными, куполообразными вилками темного зеленого цвета, пригодными для длительного хранения. Калабрезя, высокоурожайная среднеспелая разновидность, характеризующаяся темно-зелеными плодами средней плотности. Компакта пригодна для густой посадки. Относится к компактным среднеспелым. Лаки поздний гибрид, характеризующийся крупными, плотными, зелеными плодами с нежной структурой, весом до 500 грамм. Маратон высокоурожайный поздний гибрид, характеризующийся плотными, зелеными вилками весом до 700 грамм. Белокочанная капуста фотосаженца капусты высевается в одном, трех декадах апреля. Из популярных сортов можно выделить, подарок, высокоурожайная среднеспелая капуста, характеризующаяся идеально гладкими блестящими листьями с выраженным восковым налетом. Плодоносит в любых климатических условиях. Меньше других разновидностей накапливает нитраты. Отличается ярким вкусом. Подходит для закваски и засолки. Менза F1 – высокоурожайная среднеспелая капуста. Характеризуется крупными, устойчивыми к растрескиванию округлоплоскими плодами, весом до 10 килограммов, высокой урожайностью, устойчивостью к перепадам температуры и длительным сохранением вкусовых качеств после снятия урожая. Агрессор F1 – выведенный голландцами позднеспелый гибрид, рекомендованный для выращивания во всех регионах России, включая Сибирь. Не боится холодов, отличается устойчивостью к фитофторозу и черной ножке. Может храниться до полугода без потери целостности плодов. Агрессор F1 Мара, выведенный белорусскими селекционерами позднеспелый гибрид, характеризующийся плотными темно-зелеными плодами с выраженным восковым блеском. Отличается устойчивостью к корневой гнили. Подходит для закваски и засолки. Колобок F1 – выведенный российскими учеными позднеспелый гибрид, характеризующийся крупными круглыми плодами с желтовато-белой мякотью. Устойчив к насекомым вредителям. Какую капусту сажать в апреле не стоит. По ряду вполне объективных причин опытные дачники стараются не сеять в апреле японскую капусту, иначе известную как мизуна, краснокоченную, цветную и раннеспелую совойскую капусту. Зерна японской капусты хорошо прорастают при температуре 3-5 градусов, а саженцы не переносят длинный световой день. Продолжительное воздействие света заставляет их стрелковаться и негативно отражается на качестве урожая. А потому сажать эту культуру рекомендуется не позже 8-го, 10-го апреля, когда, согласно лунному календарю на 2021 год, нет благоприятных дней для посева. То же касается краснокоченной капусты, которая зреет дольше белокочанной, а потому ее сажают на рассаду в первых числах месяца, как только почва прогреется до 7-10. Си, на заметку. Все вышесказанное справедливо и для раннеспелых разновидностей совойской и цветной капусты. Когда сажать капусту на рассаду в апреле 2021 года по лунному календарю, благоприятное время для того, чтобы определиться с наиболее удачным днем, когда сеять различные виды капусты в апреле, необходимо ориентироваться на фазу Луны. С 14 по 25 апреля растущая Луна. Это лучшее время, чтобы сажать капусту. Эта лунная фаза аккумулирует энергию, усиливая обмен веществ и движение соков растений, что способствует их интенсивному росту и набору листовой массы. Также важно учитывать тот факт, что двигаясь по небосклону, Луна проходит через 12 зодиакальных созвездий, подчиняющихся стихиям воздуха, воды, земли и огня. Наиболее плодородны земные и все водные знаки. Рыбы, телец, рак, дева, скорпион. Менее плодородные, огненные знаки, овен, лев, стрелец. Абсолютно неплодородным считается воздушный знак водолея. Влияет Луна и на качество семян, предназначенных для последующего использования. Так, например, если сажать капусту под знаком рыб, то это не позволит получить качественные семена для дальнейшей селекции, потому что они плохо переносят длительное хранение. Напротив, если сажать под знаком скорпиона или стрельца, то это обеспечит посевной материал повышенного качества. Первый лунный календарь появился в 1924 году, благодаря австрийскому ученому-эзотерику Рудольфу Штайнеру, который прочел ряд лекций о влиянии лунных фаз на магнитное поле Земли для оптимизации сельскохозяйственных работ. Теперь это незаменимый ориентир для садоводов всего мира. Когда сеять капусту на рассаду в апреле 2021 года по лунному календарю не стоит с 1 по 11, и с 28 по 30 апреля, убывающая Луна. Это не подходящее для того, чтобы сажать любые растения, плоды которых находятся над землей, и пересаживать уже подросшие саженцы. Корневая система рассады в это время претерпевает изменения. Корни теряют жизненную силу, становятся хрупкими, ранимыми и чувствительными. Малейшее их повреждение может ослабить овощи, негативно отразиться на качестве урожая. 12 апреля, новолуние. Неблагоприятный период для всего живого. В эти дни прекращается циркуляция соков растений, останавливается их рост. Рекомендуется воздержаться от каких-либо садовых работ, не прикасаться к семенам и саженцам, чтобы не лишить их жизненных сил. 27 апреля, полнолуние. Приживаемость и всхожесть семян в период полнолуния минимальна. А молодые саженцы пребывают в своеобразном режиме ожидания и не расходуют энергию. Важно. Один день после новолуния также считается неблагоприятным для посева рассады, несмотря на то, что луна находится в растущей фазе. Поэтому не следует сажать капусту на рассаду в апреле по лунному календарю в следующие числа, 13 и 28. Как выбрать подходящее время для посадки в зависимости от региона подходящее время, чтобы сеять семена на рассаду, зависит не только от конкретного сорта, но и от региона. В Москве и Московской области большинство ранних разновидностей этой овощной культуры сажают в первой половине апреля. А средние и поздние сорта приберегают до середины месяца. В Центральной России рекомендованные сроки посева те же, что и для московского региона, поскольку климатические условия практически идентичны. В Черноземном регионе сеять рассаду следует с середины до конца апреля. В Сибирском регионе и на Урале капусту сеют в конце апреля при условии стабильно теплой погоды, когда нет угрозы возвращения заморозков. Осторожно. Более детальную информацию о подходящем времени для посева того или иного сорта для каждого региона производители семян указывают на упаковке. Однако слепо доверять этим рекомендациям не стоит. Важно ориентироваться и на собственные наблюдения. Холодная затяжная весна – это повод сеять семена на 10-15 дней позже рекомендованного производителем срока и наоборот. Уход за капустой, посаженной в апреле фоторосады капусты для того, чтобы получить богатый урожай, посаженной в апреле капусты. Необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций по уходу, капуста – влаголюбивая культура. Большие листья могут испарять в сутки до литра воды, а потому, одним из важнейших мероприятий по уходу за ней является регулярный полив. Почва должна быть плодородной и структурированной, богатой гумусом и хорошо удерживающей влагу. Лучшим вариантом будет суглинок. После полива или дождя рекомендуется тщательно рыхлить землю, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха к корням растений, выращиваемых в открытом грунте. Рассадя, которая выращивается в парнике или теплице, также необходимо обеспечить доступ воздуха. Рекомендуется регулярно проветривать помещение. Когда капуста достаточно подрастет, следует удалить нижние листья, которые затрудняют доступ к земле и создают повышенную влажность, привлекающую слизни и прочих вредителей. Молодым саженцам необходимо достаточное количество азота. Подкормку для наращивания зелена массы делают через 10-15 дней после высадки в грунт. Подросшим растениям, на стадии формирования кочана необходимо больше фосфора и калия. Подкормку золой делают раз в 2-3 недели. Частые ошибки посадка в тени. У большинства видов капусты крупные крепкие кочаны завязываются только в том случае, если она получает достаточно света. Неправильное соседство. Некоторые растения могут оказать неблагоприятное воздействие на посаженную рядом капусту, забрать у нее полезные вещества или вызвать нарушение обмена веществ. Нельзя сеять рядом шпинат, требующий более частого полива, а также петрушку, сельдерей, морковь и томаты, привлекающие белянок. Плохая почва. Капуста достаточно чувствительна к качеству почвы. Чрезмерно кислая почва провоцирует появление килы и негативно отражается на количестве урожая. Несоблюдение севооборота. Посадка капусты на место прошлогоднего выращивания нежелательно. Недостаточная подкормка. Несвоевременный полив ответы на частые вопросы фоторассады, когда в апреле можно сеять рассаду капусты по лунному календарю. Самое удачное время для посева капусты в апреле, период с 14 по 26 число. Когда в апреле нельзя сеять рассаду капусты по лунному календарю. Не рекомендуется делать посев с 1 по 11 апреля, в фазу убывающей луны, 12 числа, в новолуние, и 27 числа, полнолуние, при какой температуре выращивать. Оптимальная температура выращивания зависит от сорта капусты. Как правило, это температура 10-15 градусов тепла днем и 6-12 градусов ночью. В заключение сажать капусту на рассаду в апреле 2021 рекомендуется в середине месяца. Обращая внимание на фазу луны и зодиакальное созвездие, в котором она находится. В сеть рекомендуется разные виды капусты, имеющие разные сроки созревания и разные вкусовые качества. Важен правильный уход.